Падение Лисичанска. Иностранные наемники, в том числе грузинские, попали в засаду под Лисичанском. Зеленский надеется одержать какие-то сильные победы к зиме, или во всяком случае, чтобы остановить боевые действия к зиме, на более сильных позициях. В то же самое время Кличко опять предупреждает всех киевлян готовиться к зиме, и температура в квартирах может существенно понизиться. Ну а Буданов, глава разведки, анонсирует следующие те самые акты диверсии. Ну а также боевые заявления боевых Г-7 после Г-7. Приветствую, друзья. Сводки с фронтов Украины не только. 27 июня, 18.00. И начну я с Лисичанского направления, потому что косвенным подтверждением того, что все достаточно плохо для ВСУ, служат сообщения военных и гражданских чиновников с Украины о том, что надо эвакуироваться с Лисичанска. Точно так же примерно все звучало, когда было в Мариуполе, когда было в Северодонецке, ну и в других поселках. Также пришли сообщения, что под Лисичанском в засаду попали наемники иностранные, в том числе с грузинского легиона. С нескольких источников поступила информация, в том числе с грузинских источников. Вероятно, они попали под огонь артиллерии. И, кстати, вроде бы там была часть тех из этого батальона, легиона, которые принимали участие в антиженевских действиях по отношению к российским военным. Друзья, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Там я разместил ряд видео, которые я не могу по ряду причин здесь разместить. И вы наверняка заметили, я даже какие-то события освещаю определенными, опять же, слововыражениями. И это неспроста. И есть на то определенные обстоятельства. Поэтому часть видео, часть материалов, часть информации и свои мнения некоторые я оставляю на телеграм-канале. Ну а сейчас переходим к Джей Севин и, естественно, к заявлениям Зеленского, к заявлениям ряда других политиков из Джей Севин. В частности, Зеленский предполагает в своем интервью, в своих некоторых обращениях, что к зиме, возможно, боевые действия закончатся. Но надо более сильные позиции для Украины. Как вы знаете, он просит, в том числе, про. Но ведь Виталий Кличко не очень разделяет, наверное, оптимизм Владимира Зеленского. И даже если будут достигнуты какие-то договоренности, Киева ждет холод. Виталий Кличко так прямо и заявляет, что незначительно могут понизиться температуры в киевских квартирах. Но незначительно, наверное, очень такое широкое понятие для Виталика. Я помню, к примеру, 1995 год, когда также были определенные ограничения в Киеве. И в моей квартире была температура 14 градусов. Надо было ложиться во влажную постель и в одежде. Я думаю, что Виталий Кличко имеет под понятием незначительное понижение температуры, наверное, такое же положение примерно дел. А еще стоит учитывать трудности с электрообогревателями, потому что многие бросятся обогреваться, собственно говоря, колориферами различными, электрическими. Но здесь тоже трудности. То есть сети не рассчитаны во многих домах, а также, конечно же, космические счета на, собственно говоря, электроэнергию и, возможно, веерные отключения. А вот глава ГУР Буданов анонсирует и угрожает, фактически, проведением неких актов, в том числе на территории России, и диверсии. И считает, наверное, это нормальным. Ну а лидеры ГСЖ-7, опять же, показывают свою единую позицию в поддержке Украины. Даже снимают видеообращения, к примеру, тот же Макрон с Джонсоном, и что действительно нужно Украине обеспечить более сильные позиции, выделить еще больше вооружений, еще больше санкций на Россию. Ну, короче, чтобы еще как-то все это подзатянуть. Но примерно как это может все обернуться для самих инициаторов, тоже мы прекрасно можем предположить. Уже этой осенью температура тоже будет снижаться не только в киевских квартирах. Я уже не говорю о других кризисных явлениях, кризисных процессах, которые могут прирасти прямо в цунами, а в разных сферах. Но ряд своих мыслей я изложил на телеграм-канале по понятным причинам. На этом пока все. Дальше будет.